17 октября 2021 года воскресенье по-моему сегодня у нас дневниковое сегодня был тяжелый довольно таки день последние два дня я очень мало спал вчера в два часа лег, позавчера вообще там в три не знаю позавчера заказал маме валенки наконец ну и вчера я приблизился к тому чтобы заказать маме смарт часы у меня часы Samsung Galaxy Active 2 я и такие же заказываю только для женщин с более маленьким циферблатом 40 мм для того чтобы я мог контролировать мы могли с ней контролировать ее сердце другие параметры шагомер ну и так далее вот ну в общем я думаю что это улучшит ее житие бытие заказал ей вот соковыжималку она уже пользуется наверное вторую неделю каждый почти день она пьет соки наконец овощные много гуляет вот эти часы помогут ей еще больше гулять потому что она будет видеть что она недостаточно шагов сделала хотя бы почему такие дорогие потому что они ЭКГ измеряют ЭКГ она в принципе ну вот сертифицированный прибор вот сегодня сегодня приходил Мика с утра прям в 10.09 он меня разбудил я такой из палатки вылез вообще только проснулся и как-то бестолково у нас получилось то что мы многое не успели я посмотрел на нем курточка в общем и я хочу ему заказать мембранные штаны с гортексом гортекс и курточку такую же чтобы он под всем этим уже носил теплые кальсоны там свитер ну в общем вот так чтобы его приучить чтобы он мог использовать многослойность одежды это довольно удобно во-первых это очень легкая одежда многослойность позволяет делать одежду легче и дышащей одеждой ну в общем всем им всем шести детям я купить это не смогу ну хотя бы Мики научить их как на Лебон Куа ну аналог Авито искать и покупать научить их чтобы они смогли вот принес он мне конверты и уведомления о вручении писем ну в общем это я для того чтобы ко мне если принесут бумагу вот эти из Аксен Солидарите чтобы я мог использовать свои потому что они мне ну как что-то они мне не торопятся нести эти распечатки которые я попросил там письмо в мэрию ну об описании всего террора против меня во Франции и о просьбе допустим ну помочь мне с жильем и смогу ли я у них иметь домиселисьем ну это вот почтовый ящик и письмо против штрафов карательных террористов ну психическая атака я бы сказал вот эта система госпиталей Страсбурга я ее так сказать возбудил и она как скунс просто брыжжит в меня из-под хвоста вот этими штрафами которые они абсолютно незаконны нелегальны причем я их предупреждал много раз о их незаконности они продолжают их мне присылать ссылаясь на какую-то ошибку в базе данных не важно исправьте по крайней мере я знаю они мне много нервов поперепортили это говно это система говно как система в гитлеровской германии система врачей и концлагерей когда врачи на комиссиях на врачебных ставили этот галочку или крестик и человека отсылали в камеру умерщвления да это все говно с моей точки зрения с любого человека точки зрения это должно быть говном абсолютным дерьмом вот так оно и есть вот эта система у них тут кстати оказывается даже университет Страсбургский сотрудничал с немцами в том смысле что они заказывали немцам залитые формалином тела людей они выбирали разных национальностей людей возрастов чтобы у них были экспонаты для учебы так что я думаю что в свое время они не получили наказание их потомки до сих пор вытворяют вот такое говно а система госпиталей она связана с университетом это система университетских госпиталей ну дневниковая что я заказал я маме очень много всего ну если полностью список как бы то что я заказал ей за последние два два с половиной года то это даже три года уже да три года почти три года то это где-то четыре-пять посылок по несколько килограмм лекарств витаминов минералов и так далее там разных вещей потом ну не буду описывать я просто скажу последнее время заказал ей скороварку соковыжималку обогреватель ей отдали который у меня раньше там был вдруг передал даже не помню что я там заказывал вот колонки для смартфона чтобы она меня нормально слышала наушники беспроводные наушники проводные для гарантии это кстати все это валенок три пары даже забыл что еще там заказывал в общем заказываю пока так сказать могу пока живой потому что я не уверен для себя я вчера вот я понял что мне придется видимо пережить пятую зиму в палатке здесь я для себя буду заказывать печку по шихонку видимо ну ту которую производят в России вот я только не разобрался 304 304 номер стали марка стали или 403 кто-то пишет 403 не знаю есть ли такая ну в общем хорошая вроде как сталь неубиваемая так сказать сталь но печка довольно таки большая я небольшой размер беру печки где-то 45 наверное сантиметров ну где-то на 20 ну вот так вот ну такая печка в общем печка хороша тем что загрузив ее дровами можно наверное добиться от нее тепла прикрутив так сказать доступ воздуха можно наверное растянуть вот ее дымление горение на очень большой срок вот тут только я не уверен насчет дыма сильно ли она дымит в таком режиме когда она горит есть пламя оно прогорает а когда она тлеет какой там большой ли дым или маленький потому что здесь все-таки коттеджи чтобы их как бы вот не слишком тревожить но я думаю что зимой дым будет подниматься высоко и будет уходить я на это рассчитываю ну и в общем такая печка могла бы не не конвективным способом способом излучения меня нагревать воздух в палатке важно воздух дыхание потому что ну так меня защищают матрасы мои мои спальники кстати проблема с печкой в том что я могу спальниками ее касаться этой печки проблема поэтому там есть специальные такие из нержавейки как бы пустые такие как бы пазухи коробки которые к ней прислоняются и они препятствуют опаливанию рук ног спальников и так далее оплавлению ну буду буду смотреть в принципе ну она не дешевая ну не огромная стоимость ну я думаю что 100 евро там 70 евро ну все вместе там же еще разные аксессуары может быть придется отдельно закупить коврик огнеупорный для нее вот этот форточку огнеупорную для трубы ну и так далее даже еще не знаем какие еще аксессуары может быть даже есть огнеупорные перчатки кстати хорошая вещь чтобы в отдел можно было трогать за горячие вещи без прихваток без ничего вот так так удобнее кажется но если такие я даже не знаю на алиэкспрессе очень непросто все искать кстати я недавно искал валенки на алиэкспресс в строке поиска алиэкспресс приложения для андроида и не находил а потом в гугле набрал валенки алиэкспресс и тут же нашел то же самое с печкой-пашихонкой ну в общем прямой поиск не работает в алиэкспресс потом для алиэкспресс есть хорошие программы алихелпер алипрайс там ну что-то такое эти программы позволяют передать из алиэкспресса ссылку на товар и программа анализирует продавца стоит ли ему доверять этому продавцу по многим критериям и выдает еще в отдельных вкладках похожих продавцов у которых есть такой же товар и таким образом можно ну в общем поиск улучшается по алиэкспрессу я оценил вот так что я буду заказывать в любом случае потому что ждать довольно долго месяц-полтора как раз холода придут вот надо срочно заказывать буду в понедельник наверное уже закажу из россии заказать вряд ли получится но сейчас возможно сделать так что российские производители есть в алиэкспрессе и видимо есть товар они отсылают даже в китай чтобы был на тех складах а возможно склады есть по всему свету в том числе там в европе кстати интересно вот эта система система обмана в алиэкспресс когда есть товар допустим но есть товар разных цветов и цена товара может немножечко отличаться когда ты заходишь в заказ ты выбираешь цвет смотришь цена немножко изменилась и отправляешь корзину что они делают они туда в эту линейку товара добавляют какой-то совершенно другой товар который имеет ничтожную стоимость а в объявлении указывается самая низкая цена поэтому тебе кажется что именно этот товар по этой цене по низкой цене и ты заходишь тратишь время оказывается это совсем другой товар по низкой цене который не имеет отношения к этому основному товару вообще второй другой метод обмана на алиэкспресс когда доставка написано допустим цена товара очень низкая зато когда заходишь уже в корзину отправил видишь доставка огромная и что интересно например из Китая заказать товар дешевле чем из Франции то есть вот тут склад где-то там во Франции рядом но из Китая целый месяц два ждать быстрее чем здесь из Франции мне там через две недели придет ну наверное в этом смысл что платишь за время да насчет часов у меня проблема потому что мне бы хотелось маме заказать часы которые бы измеряли уровень кислорода в крови это бывает полезно для того чтобы как сказать ну глазами видеть что допустим у нее проблемы с легкими если коронавирус или чего но дело в том что все эти датчики кислорода крови в часах они отражательного типа вот там светодиоды светятся эти светодиоды они отсылают свет в кожу в капилляры оттуда идет отражение отражение считывается и там как-то вычисляется уровень кислорода по изменению цвета и дело в том что это очень сильно в таком случае варьируется ну неточность большая а датчики которые измеряют на пальцы они просвечивающегося типа просвечивающего насквозь поэтому у них точность гораздо больше гораздо больше так может точность прыгать просто от положения на запястье но с другой стороны все равно это было бы наверное полезно иметь но к сожалению иметь одновременно ЭКГ электрокардиограмму которая кстати в Яндексе там непонятно указана там в одном месте там две галочки там в датчиках электрокардиограмма и отдельно вынесена электрокардиограмма и вот видимо там где в датчиках ЭКГ там не кардиограмма там датчик пульса хотя отдельно там тоже датчик пульса ну то есть какая-то путаница и часы одновременно с электрокардиограммой и с датчиком кислорода очень дорогие это только Apple Watch там какая-то шестая серия что ли может быть ранняя серия и Samsung Galaxy Watch 3 по-моему в Актив 2 нету датчика кислорода нету хотя ну почему бы его не иметь это же так примитивно еще один светодиод или те же светодиоды и вот тебе пожалуйста измеряешь кислород но вот есть дешевые часы Xiaomi Mi вот я уже забыл Xiaomi Mi Pro как-то там они у них есть датчик кислорода и в принципе он не очень точный но зато все остальное есть как на этих часах хотя тоже там менюшки не очень хорошие но только нету кардиограммы но зато стоят 7000 новые прямо от производителя а эти например бушни на авито стоят ну за 6 можно договориться за 6 половины за 6 вот так что я вот закажу двое одни маме другие другу если маме не подойдет если маме не понравится вот пусть она обои попробует и вот вторый подарит другу потому что другу я и так раньше хотел подарить часы но мама превыше всего поэтому пусть если ей оба понравится пусть оба часов оба оба как сказать по русски обои часы носит обои обои опять же замыкает на обои ну ладно ругаемся на французский язык русский язык тоже не подарок я бы сказал для самих даже русских иногда да кстати русские с коэффициентом интеллекта 70-80 они часто допускают орфографические ошибки при письме например бриться бриться они напишут без мягкого знака часто или наоборот когда какое-то там слово когда мягкий знак требуется они без него когда его не надо они наоборот его воткнут ну в общем такие мелочи очень хорошо говорят об уровне интеллекта кстати да позавчера кажется я загорал в твиттере опубликовал 15 или 14 загорал полчаса на ярком солнце прям хорошенько прогрелся кстати я думаю что моя почечная недостаточность она наверное вот все таки из-за того что зимой у меня непрерывное охлаждение если мне эту печку заиметь а имея печку я смогу еще пар парну принимать как сказать сауну делать реально натопить палатку у меня есть еще пара палаток правда вы синтетическая палатка не выдержит но 80 ну надо посмотреть хотя бы до 80 не знаю ну даже 60 и то хорошо то есть можно ну вот кстати сегодня я спал 8 часов это неплохо вчера спал 5 часов сегодня я могу похвалиться тем что ночью я не вставал по графику видно все эти 8 часов я проспал я хоть и ворочался но я реально спал это в последний раз было давным-давно года 2-3 назад а почему ну вот несколько дней я не ем сыр не заказываю сыр мне недавно эти аксион солидарите принесли дармового сыра сыра дармового я повыкидывал половину потому что он был очень сильно просрочен ну тот который я ел он тоже был просрочен на 5 дней я подумал ну 5 дней не так много если он там хранился в холодильнике но видимо из-за этого сыра мне стало очень плохо и мучила меня почечная недостаточность пару дней очень было плохо а потом я просто сыр не заказывал несколько дней питался квашеной капустой зачастую чеснок натертый на хлеб и вот грудинка свиная там жирочек такой очень мало кушал очень мало днем и это дало результаты то что улучшение да кстати вот то что я все еще живой и то что я еще вот психологически я бы сказал в неплохом состоянии я даже допускаю что я счастливее Путина этого полубога не человека бога я допускаю что я отношусь к второй половине человечества которая более счастливая чем первая то есть я допускаю благодаря чему благодаря труду потому что я предпринимаю я с утра до вечера работаю неважно это мыслительная деятельность это обновление лагеря это созидание каких-то конструкций в лагере там или заказ там подарков маме там кому-то общение там что-то это работа это не просто я лежу выпиваю слушаю музыку там ну то есть не потребляю то есть не подключен к этой матрице я созидаю я созидаю одним словом все что бы я не делал это я созидаю и это активность она очень полезна нам мы созданы в таком виде что мы должны быть постоянно активны тогда у нас все приходит в норму то есть вот видимо благодаря этому и когда я предыдущий ролик записывал я забыл об этом сказать что мы это результат конечно механистичной вселенной которая абсолютно не зависит ни от какого нашего желания это просто следствие каких-то причин мы живое следствие каких-то миллионов миллиардов там причин на которые мы не можем повлиять вот завтра придет какой-то человек и повлияет на меня очень плохо или ну и не завтра когда-нибудь я встречусь поговорю или что или как и он просто изменит что-то во мне и разрушит мое я то которое было вот эту часть жизни до нынешнего момента и он меня изменит или в лучшую или в худшую сторону и я ничего не могу не смог бы не смог бы с ним не смог бы с ним поделать не смогу с ним поделать вот так что способность нам способность самосохранять нашу идентичность устойчивость это тоже свойство жизни неотъемлемая неотъемлемая как наш эгоизм здоровый эгоизм защитная реакция типа кожи только ментальный так я опять на философию переехал ну чем я занимался на неделе дождя большого не было какой-то там небольшой может быть дождик и был я даже сейчас на дождь внимания большого не обращаю если это не небольшой ливень то я внимания большого если это 5 миллиметров 3 миллиметра это ерунда если 15-20 это уже да это уже много воды это сырость на 2-3 дня это похолодание в основном после дождя вот ну такой легкий дождь уже не обращаю вот долго я набирал письмо в мэрию я кину под видео это письмо ссылку долго наверное я неделю набирал вот опять же слово печатал неправильно набирал сейчас можно сказать даже тапал тапал не путать с фапал вот и в общем-то как бы этим была занята довольно-таки большая часть моего времени поэтому иногда я даже вот в программе дуолингу даже сегодня кстати я бы мог сделать рывок и завтра меня бы перевели бы в алмазную лигу высшую я все никак не не соберусь третью неделю туда перейти опять это мне расплюнуть это просто засесть на 2-3 часа и набрать там тысячу очков и все я могу за 5 минут можно